Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день с вами встречает утренний фреш. В этом выпуске я, Влада Васильева, познакомлю вас с полезной информацией. Сегодня на территории Гомельской области будет небольшая облачность. Возможен дождь. Вероятность грозы 60%. Температура поднимется до 27 градусов тепла. Ветер юго-восточный скоростью до 3 метров в секунду. В залах картинной галерии Гавриила Ващенко открылась выставка дипломных работ выпускников учреждений образования Гомельского государственного художественного колледжа. На выставке представлены дипломные работы отделений живопись и дизайн. Выпускники этого года очень разноплановые, не похожие друг на друга, но без сомнений талантливые молодые художники. Выставка под названием «Дипломник-2020» позволит зрителям увидеть начало творческого пути молодых художников и дизайнеров, поразить разнообразием их идей, профессионализма, богатству техники и красоте внутреннего мира каждого из них. Выставка продлится до 17 сентября. Также в картинной галерее Ващенко 3 сентября пройдет открытие выставки «Земля и небо». Живописные работы Светланы Ноздрин-Плотницкой, создателя проекта, отражают ее авторское христианское мировоззрение. Ее произведение искусства находится в Национальном художественном музее Республики Беларусь, в Гомельском дворцово-парковом ансамбле и в частных коллекциях. Впервые на выставке будет представлен портрет матушки Манефы Гомельской, написанный по благословению архиепископа Гомельского и Жлобинского Стефана. Для любителей пленочной и аналоговой фотографии 5 сентября в Музей фотографии и печати проведут мастер-класс. Его посвятят теме «Фотосъемка на пленку», «Проявка пленочных фотоматериалов», «Печать на фотобумаге». Участники этой встречи смогут научиться проявлять фотопленку и печатать с нее фотографии. Также в программе мероприятия знакомство с основными приемами съемки на фотопленку, приемы работы при разных условиях освещения, оптическая печать от снятых материалов. Мастер-класс пройдет 5 сентября. Начало в полдень. Сегодня в эфире телеканала «Беларусь-4 Гомель» очередной выпуск программы «Бизнес-план». Как открыть собственное дело? Где получить информацию и финансовую поддержку? Практические советы в различных сферах бизнеса. Наши герои добились успеха с нуля, а значит и тебе это под силу. Составь свой бизнес-план вместе с нашей программой. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 19 часов 15 минут. В выпусках передачи «Земля наша» творческая группа знакомителей и зрителей с жизнью малых населенных пунктов нашего региона. Сельскохозяйственные, социальные и культурные темы раскрываются через конкретных героев – работников местных хозяйств и сферы услуг, сельских учителей и школьников, участников творческих коллективов и ремесленников. Каждый герой – яркая, неординарная личность со своей уникальной жизненной историей. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 19.30. По вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях и жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на актуальные темы с интересными гостями в студии. Включайте телеканал «Беларусь-4» в 20.25. Не упустите хорошую возможность приятно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Перейдем к полезной информации. Эксперты рассказали, можно ли заряжать смартфон до 100%. Широко известно убеждение, согласно которому батарею смартфона нельзя заряжать полностью. Полагается, что частая зарядка до 100% негативно сказывается на работе мобильного устройства. Специалисты утверждают, что батарею смартфона можно смело заряжать до 100%. Главное следить за тем, чтобы гаджет не был оставлен подключенным к сети на долгое время после того, как зарядка будет завершена. Специалисты в области диетологии утверждают, что люди могут легко увеличить продолжительность своей жизни и застраховаться от разных болезней. Для этого нужно лишь отказаться от сахара и снизить количество углеводов в рационе. По словам врачей, такая диета защищает от инфарктов и инсультов, проблемы с печенью, сосудами, почками, а также снижает риск развития рака. Неправильное питание лежит в основе самых опасных болезней. Именно от того, что человек ест, зависит его продолжительность жизни. Последние исследования доказали, что снижение количества углеводов улучшает не только самочувствие, но и анализы. Как следствие, человек живет примерно на 10 лет дольше. То, что кошки любят поточить свои коготки, ни для кого не секрет. Они практикуют данное занятие как в дикой природе, так и в домашних условиях. Разумеется, хозяева совсем не рады такой привычке, поскольку мебель стоит достаточно дорого, а кошки способны нанести обидке серьезный ущерб. Ученым удалось выяснить, зачем на самом деле питомцы портят мебель. Как оказалось, таким способом они показывают, что территория принадлежит им. В дикой природе это помогает отпугнуть конкурентов, пометив свои владения. Приходя в дом к человеку, кошка считает квартиру своей собственной, поэтому и начинает расставлять свои метки. Отучить от этой привычки животное легко. Просто купите привлекательную когтеточку, которая однозначно сможет привлечь внимание вашей любимицы. В этом выпуске в рубрике «Есть вопрос» адвокат Екатерина Плотникова расскажет об актуальных изменениях в брачно-семейном законодательстве. С 1 июля 2020 года наше законодательство претерпело ряд существенных изменений, которые в том числе затронули и брачно-семейную сферу. Если говорить об общих тенденциях изменения законодательства, то я бы сказала о том, что речь идет о предоставлении гражданам больше возможностей, каких-то правовых инструментов для мирного урегулирования споров, которые возникают в данной отрасли. Так, например, на сегодняшний день при обращении заявления в органы ЗАГСа, суд с заявлением о расторжении брака, сотрудники органов ЗАГСа, либо суд разъяснит сторонам право на добровольное урегулирование всех споров в данной сфере, а также разъяснит право на встречу, информационную встречу с медиатором, который поможет урегулировать все правовые вопросы, которые могут возникнуть между сторонами. Отдельно закреплено положение, оно более четко прописано, о том, что все споры касаемо раздела совместно нажитого имущества должны быть рассмотрены в пределах срока исковой давности, который определяется в течение трех лет, с момента, когда лицо узнало, либо должно было узнать о нарушении своего права. При этом время расторжения брака к учету не принимается. Теперь о соглашении, о разделе совместно нажитого имущества, соглашении о диетях, соглашении об оплате алиментов может быть заключено на любой стадии бракоразводного процесса, даже если стороны продолжают находиться в браке. Такие соглашения подлежат нотариальному удостоверению, могут быть изменены в процессе исполнения данного соглашения, и в случае, если какая-либо из сторон не исполняет, либо ненадлежащим образом исполняет те условия, которые прописали стороны в данных соглашениях, может быть выдан исполнительный лист, и стороны могут обратиться за принудительным исполнением данных соглашений. Отдельный блок изменений касается порядка определения размера алиментов, и здесь законодатель предусмотрел немного иные размеры, и порядок определения размера алиментов в случае, если должником по взысканию алиментов выступает лицо, которое не имеет работы. На сегодняшний момент привязка идет у нас не к среднезаработной плате по стране, а в данной ситуации привязка будет к бюджету прожиточного минимума. Она устанавливается для неработающих граждан в размере 50% бюджета прожиточного минимума на одного ребенка, 100% на двоих детей и 150% для взыскания алиментов на троих и более детей. Отдельно предусмотрена возможность взыскания алиментов на будущее. Данное положение может быть также определено в соглашении об оплате алиментов, либо в соглашении о детях. Новый день с вами встречала программа «Утренний фрэш». Пусть этот день пройдет продуктивно, легко и спокойно. Улыбайтесь, и люди будут дарить вам улыбки в ответ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова